Вы знаете, в жизни есть такой факт. Невозможно поверить, что Он умер за нас, Господь умер за нас, но это факт. Это факт, что Он любит тебя. И любит все человечество, и тебя очень сильно любит. Это также факт. Вчера прошло, завтра еще не пришло. Мы сегодняшним им встаем. Сегодня, как мы будем жить, как мы будем видеть, это будет наша завтрашняя жизнь. Я уверен, что сегодня мы должны так же, чтобы завтрашний день был благословенный. Потому что Божья любовь, Божья сила здесь настолько сильна. Перед тем, как сесть, вы можете сказать, спеть песню «Любовь Христа велика, безгранична». Субтитры подогнал «Любовь Христа велика». 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 «Любовь Христа велика». Субтитры подогнал «Любовь Христа велика». Субтитры подогнал «Любовь Христа велика». Нет, как перемешаешь, так и получится. И так все они чудесные, очень хорошие служения. Хотя первая моя фотография стоит, но я буду проповедовать последним. Наверное, по слову, когда говорится, что первые будут последние, я буду завершать служение. И так потом пастырь в Шведе, в слове жизни, он очень во всей своей жизни служил молодым людям. И по всей Европе он начал мое поколение, большое движение в школах, в университетах, везде, приносит пробуждение Евангелия. И очень сильны его служения, какое-то такое актерское, что-то такое представление. Очень сильные люди понимают, что молодые люди будут благословены. И вы также, потому что он будет служить в субботу, в воскресенье. У нас так начинается молодожженное служение и конференция, что мы начинаем, наверное, с четверга или с пятницы, я тоже не помню, с четверга до воскресенья. Потому что мы знаем, что в нашей церкви все молоды. И поэтому в субботу, в воскресенье присоединяйтесь к молодежной конференции, и Люнгвест будет проповедовать и в субботу, в воскресенье. И, конечно, будет проповедовать также Давид Зуитов, он приехал из Сибири для этой конференции. И также Миша из Америки, у него чудесные свидетельства. Он с маленьких лет, его родители уехали в Соединенные Штаты, когда он был маленький. Хотя ему очень трудно говорить на русском, но мы заставим его попросить, что он проповедовал на русском, потому что его язык больше английский, чем русский. Но этот парень однажды на сноуборде так себя разломал, что он должен был умереть. Или умереть, или оставаться на коляске. Но Бог сделал великое чудо в его жизни, и он будет свидетельствовать на молодежной конференции. И сейчас по всему миру он едет и проповедует Евангелие. Сергей Мартюничев, он уже приедет намного раньше, он в субботу и воскресенье будет здесь проводить служение. На следующую субботу и воскресенье он будет проводить служение здесь. Очень чудесный проповедник. Сергей Мартюничев, очень интересная жизнь, такие свидетельства. Одна часть его жизни, она связана со мной. Почему связана со мной, я вам скажу. Один раз я поехал в Москву проповедовать, и в библейской школе я давал урок. И после школы я увидела одного молодого человека, он так взял палку и моет полы, бегает туда, бегает сюда. И в библейской школе ученик, я смотрю на него, я стою и смотрю на него в офисе, и что бы он ни сказал, он говорит, я, я, я. Конечно, он не был таким толстым, у него были волосы, у него были волосы, он был молодым парнем. И вдруг Бог сказал, вот возьми этого парня с собой и подними его. Я подошел сразу к нему, без того, чтобы задуматься об этом. Он сказал, и я сказал, ты должен со мной путешествовать. И сразу его пастор позволил ему, и он стал путешествовать со мной в России, везде он был со мной. И всякое время Господь говорит, говори к нему. И после проповеди я ему, да, ему давал так же, чтобы он поговорил. Когда он пять минут говорил, я, мне хотелось слушать его дольше. И потом я говорил, еще проповедовал, еще проповедовал. Так получилось, что я уже, конечно, люди ожидали, что я должен был проповедовать. Но я так хотел его слушать, и я понял, что он станет великим проповедником. И сейчас он, конечно, чудесный проповедник. И по всем азиатским странам, Филиппинам, и Малайзии, и везде, как будто бы он стал апостолом. Он основывает церкви, поднимает людей, делает великую работу в этих странах. Конечно, он живет в Москве, и в Москве он основатель молодежного служителя, служение лидер их. И я думаю, что на следующий суббот в воскресенье мы все будем благословлены. И, конечно, наш хамик, он так и остался хамиком. Конечно, мой язык даже не поворачивается сказать «хамлет». Потому что он наш хамик, он один из наших молодых людей, который здесь родился, здесь вырос, пил эту воду горную. И в нашей церкви сейчас ответственный за молодежное служение, и сейчас у него большое, конечно, сердце за молодых людей. И эти фотографии, они будут увеличиваться, и певцы, и другие. А сейчас вот столько, что будет на молодежной конференции. Слава Иисусу! Скажите молодым людям, чтобы они вообще не планировали на эти дни ничего, кроме того, чтобы прийти в церковь. Я скажу, конечно, в перерывах, когда мы делаем, мы все делаем хорошо. У нас так или мы делаем, или делаем хорошо, или вообще не делаем. В фойе у нас будут красивые вещи устраиваться, чай, кофе, все это будет. И также они будут большое удовлетворение получать также и там, и здесь, и там. И в фойе мы уже заканчиваем, чтобы служили на молодежной конференции полностью. И это касается молодежной конференции. Конечно, после молодежной конференции у нас месяц в феврале мы хотим сделать чудесное мужское служение. Я верю, что будут великие вещи в феврале. А в марте, в марте, 8 марта, с 8 марта мы начнем конференции. И, конечно, очень хороших проповедников мы пригласили, женщины будут благословены. Мы хотим все здание, чтобы служило 8 марта, два фойе. Я не знаю, когда моя жена думает о конференции, она вообще по-другому думает. Я когда думаю, я думаю проповедь, служение. Она, когда делает, и одевает, и красит, там не знаю, что показывает, и проповедует. Вообще наша цель, чтобы женщина на себя чувствовала, полноценной женщиной. Когда женщина будет себя чувствовать полноценной, и тогда будут мужчины себя чувствовать полноценными мужчинами. Наша программа, чтобы поднять наш план, чтобы поднять роль жены в семье, и как человек в обществе, и важность ее в обществе. Не просто важность семьи, а также важность общества и духовная важность. И, конечно, с 8 марта у нас есть времена, мы будем праздновать Пасху. После Пасхи, конечно, будет хороший сюрприз во время Пасхи. После Пасхи будет что-то другое у нас. Это первый раз в Армении будет происходить, это будет большое движение молитвенное. Праздник Пятидесятницы мы будем праздновать здесь, здесь приедет гость из Америки, мистер Эдвардс. Если ты знаешь, это чудесный композитор, он, конечно, Ким Валкер, Ким Валкер, она ученик мистера Эдвардса, и те песни, которые мы поем, в основном мы поем ее песни. И на музыкальных инструментах она будет служить. Майк Бигглс приедет, такой есть House of Prayer, это они 24 часа в молитве находятся, он основатель. Это он, конечно, не путешествует вообще, но я чувствую, что Бог движется в Армении. И я должен поехать участвовать на этом служении. Они приедут из Америки, из Европы, проповедники Ереховски, приедут из России, который советник в духовном аппарате в России, чтобы участвовать здесь на этой молитве, молитве за пробуждение. Приезжает Рик Реннер сюда, очень много епископов приедут сюда из России, из Украины приедут епископы, чтобы мы помолились за спокойствие, за пробуждение. Это уже будет в конце мая, а летом у нас будет наша годовая конференция. Со времен, мы главную конференцию в сентябре поместили на лето, потому что летом удобнее. Идет конференция все наши, все наши армяне, они здесь, они из Европы, отовсюду приезжают сюда. Когда эти экзамены заканчиваются у молодых людей, так бывает тепло, и не бегут, чтобы детей отвозить в школу, привозить. Так мы будем делать это летом. У меня есть мечта, чтобы приехали два человека, чтобы здесь служили. Первая мечта сбылась, вторая также сбудется. Первая мечта моя была, это Йонг Гитчо, чтобы он сюда приехал, чтобы он так основал свое апостольское. Мы очень благословены от его приезда. Второй человек, это Тони Барнет, чтобы приехал сюда. О Тони Барнетте я рассказывал, что он, конечно, у него есть много больших центров, восстановительных центров, где наркоманы освобождаются в Лос-Анджелесе, самый главный это центр. Я когда говорю много, я не говорю о 100, о 3000-5000 центрах, где люди спасаются. Помните, когда ребенка убивают, и это мать, которая остается на улице, и эти девушки, которые продавали себя, эти наркоманы, ты видишь, что одна часть, она выброшена, никому не нужна, а они просто воскресают. Ему где-то уже 80 лет, и одной из самых больших церквей в Америке, он пастырем является, и он не путешествует. Когда я его увидел, я сказал, Тони, я прошу тебя об одном, просто приезжай в Армению. Я знаю, что ты много не путешествует. Он посмотрел в мои глаза и сказал, знаешь, что интересно, что тебе невозможно сказать нет. Я сказал, как хорошо, но мы подумаем. В этот раз послали письмо, сказали, может, приезжаешь, как ты думаешь. Я помолился, он сказал, я помолился, и Господь сказал, я буду на этой конференции. У него чудесные книги, и здесь будет летом Тони Барнетт, второй проведник будет Карл Густав Северин, вы все его любите. И третий будет, конечно, люди, это команда, которая собралась, она как будто восстанавливающая, они восстанавливают. Это будет Эдвард Деремов, кто в России, если большое движение, называется Исход, он руководитель его. Он наполовину армянин. У него где-то 1800 центров, в которых людей приводят, делают восстанавливающие работы, проводят с людьми. И когда я бываю на их конференции, где-то 3-4 тысячи мужчин собираются, называется «Джентльмены Иисуса Христа». Сегодня я также, в этом году я также должен буду проповедовать, это бывает в городе Ростове. Ты представь, что в Ростове все в бабочках, они вот так ходят, люди думают, что это происходит. Но это бывшие наркоманы, те, которые раньше были наркоманы, сейчас восстановились, бизнесмены, проповедники. И очень важные люди для общества. Эдвард Деремов, он очень, его поколение взрослое будет задать, он в Советском Союзе был футболист, который играл от Ленинграда, и его фамилия была Деремов. Это его сын, у него чудесное свидетельство, что Бог меняет его ДНК, у него есть проповедь о ДНК, и он свидетельствует, как он вырос в хорошей семье. И вообще у него не было никаких проблем. И поэтому он скатился и упал на путь этой наркомании, как Бог его вытащил, и что он сейчас делает для Иисуса Христа. И 8 марта будет проповедовать его жена, у которой есть хорошее свидетельство, сильное свидетельство, как можно помочь мужу выйти из этого. И вообще у нас очень хорошее время ожидается. Я рассказал до лета, если я расскажу весь год, вы не представите, насколько будет хорошо у нас. Аминь. Слава Иисусу! Ну, мы начнем с молодых людей. Мы верим, что скоро мы закончим молодежный зал для маленьких детей. Я верю, что очень скоро у нас будет также детская конференция. Аминь. Знаете, у меня сегодня есть слово, которое я хочу сказать. Потому что то, что я чувствую, знаете, что это такое? Что сегодня экономические волны, они проходят по всем нам. Сегодня у людей очень много проблем. Проблемы с болезнями, семейные проблемы. И каждый раз в фойе, я когда стою, когда я встречаю людей, и всегда я общаюсь с людьми, я вижу, что семейные проблемы очень много, финансовые проблемы. Когда мы молимся за людей, есть люди, которые не могут никак сориентироваться в чем-то. Сегодня большая проблема, которая существует в Армении, это экономическая проблема. Значит, я уверен, что у нас будут большие победы во Христе. Потому что если сатана похитил у нас мир, мы потеряем все. Но если мы будем сохранять наш мир, мы узнаем. Как мы будем узнавать, как мы будем понимать, что все будет хорошо с нами? Это будет в то время, когда мир внутри нас есть. Мир побеждает все. Может быть, внутри вообще будет пурга, но внутри тебя должен быть мир. Потому что во время мира ты можешь понять Бога. Ты можешь связать себя с Богом мысленно. Но когда ты теряешь мир, ты теряешь связь с Богом. И пусть ничто не украдет внутренний твой мир. В порочестве от Исаии написано, 51 глава, 15 стих написано, «Я Господь Бог твой, возмущающий море, так что волны его левут. Господь Саваоф имя его». Знаете, здесь мы видим, что Бог говорит, «Я Господь Саваоф, который...» Говорю волнам, чтобы они утихли. Мы попадаем под действие всяких волн. Эти волны такими большими кажутся, что мы можем просто погибнуть под ними. Я приготовил вам показать одного известного художника. В Армении в основном многие его знают, но он считается русским художником, который жил в Риме и рисовал в основном море. Его зовут Айвазовский. Он там стал Айвазовским. На самом деле он Айвазян. Во всей своей жизни он жил в вере. И одно из его слов было, «Я не так уж и люблю людей, которые просто верят. Я люблю христиан, которые идут за Христом». И в его картинах ты всегда найдешь Христа. Но он никогда не говорил так много «Бог, Бог, Бог», но и в его картинах ты увидишь что-то. И одна из его известных картин – это «Девятая волна». Я прошу, покажите. И ты можешь увидеть известную картину этого. Наверное, нету человека, который бы не видел эту картину. Когда я был маленьким, отец и мать, у нас дома были картины, книги с картинами, и мы листали их. Но на эту картину мы долго смотрели, потому что в этой картине есть столько жизни. Сейчас посмотри, поднимается ураган, поднимается такой сильный ураган, и кажется, что могут погибнуть люди. Знаете, если эти люди будут прыгать на ту сторону, может быть, они погибнут, потому что в чем их спасение? Ты почувствовал, что он поставил крест там. Люди поднялись на крест, то есть на дерево этого креста, и она спасает его. У людей есть вещи, которые могут погубить. Если ты купался на волнах, ты поймешь, что твоя сила еще больше уходит, чем если бы ты плавал на обычном месте. Когда я был маленьким ребенком, я когда с родителем поехал на море, и было такое время, когда были всегда волны, я никак не мог сказать, что я долго плавал. Я мог хорошо плавать, мой дедушка вел меня на плавание с детства, но я не мог преодолеть эти волны, насколько я бы хорошо не плавал. Каждый раз, когда я пробовал и кроссом, и дельфином, но все равно волны, они меня выбрасывали назад. И я думал, ведь я не могу пойти вперед. Я мечтал поехать на море, и я думал, что я пойду и далеко уплыву, но победить волны. Конечно, я побеждал, но это было очень трудно. И потом я понял одно, что мускулы, они укрепились у меня, что волны, они, может быть, трудно ты проходишь, но когда ты укрепляешься, ты духовно можешь укрепиться, и ты точно укрепишься. И сейчас, когда мы смотрим на эту картину, мы видим такой образ, что волны поднялись. И как ты думаешь, эти люди, они будут прыгать от этого креста для того, чтобы плавать в другом месте? Знаешь, там нету спасения. Ты смотришь, это море, это смерть, но может быть, один крест, может быть, эта картина, это твоя ситуация? Может, это твоя ситуация? Как я могу тебе посоветовать? Может быть, ты пойдешь туда, может быть, пойдешь туда. Нет, они остались на кресте, пока эти волны не прошли. Они будут ожидать с надеждой, что после того, как пройдут волны, придет вот это спокойное море. Знаешь, проблема, она не в волнах. Конечно, когда бывает трудность экономическая или другая трудность бывает. Люди бегут в церковь. Знаешь, когда люди не идут в церковь, когда все хорошо, когда это море успокоится, когда это море успокоится, будет виден берег. Кажется, что этот крест больше не нужен. Люди спрыгнут с этого креста и побегут на берег, чтобы увидеть, что там есть, немножко погулять. А во время волн, когда мы приходим, знаешь, что я заметил? Что церковь очень часто, она поднимается, когда поднимается на волны, когда волны поднимаются, даже мест не бывает в церкви сидеть. Когда приходят хорошие времена, ты видишь, что нет людей, нет. Не то, чтобы они из веры ушли, они просто заняты бывают очень многими делами. Никогда не будь занят за счет Господа. Я знаю, что понял. Смотря на эти волны, что трудности, несчастья, они бывают не тогда, когда есть волны, а тогда, когда все гладко, спокойно. Сегодня есть большие волны финансовые, которые проходят между нами. Мы думаем, что мы можем утонуть и захлебнуться. Я тебе скажу, если ты держишься за крест, твоя надежда – крест, волны пройдут, может быть, ты намокнешь, потому что невозможно быть волнами намокнуть, но точно ты не умрешь, и с тобой ничего не случится, потому что ты с Господом, и Господь поможет тебе. И когда мы эту картину мы сохраним, я расскажу другую историю, которая вытекает из Евангелия Марка, 4 глава, очень чудесная история. С 35-го стиха. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ним были и другие люди, и поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на каменово с головы. Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал в море, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И уболялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Очень сильное слово последнее, что написано, кто сей, что ветер, и море повинуются ему. Может, у тебя есть проблемы, конечно, у тебя точно будут проблемы, но я одно знаю, что у тебя есть Бог, что море, ветер, они повинуются ему. Волны ему повинуются. Знаешь, мне нравится эта история. Ученики, у них было несколько лодок, они пересекают Галилейское море, и во время того, как они пересекают море, так поднимаются волны, что они кричат, что мы погибаем. Написано, что лодка, она была наполнена. Но что делает в это время Иисус Христос? Написано, Он просто спокойно спит на своей подушке. Неважно, что происходит вне, главное, что происходит внутри. Сегодня, когда мы проигрываем внутри, проигрываем и снаружи, очень часто снаружи приходит такая большая опасность, как бы, что ты сдался, и ты, чтобы ты сдался, и сказал все. Я смотрел такой фильм, и, конечно, это и реальная история. По-моему, это BBC сняла фильм на реальной истории, что супружеская пара, она оказывается в океане. Они, конечно, переживают волны. Это СОС-программа, она не работает один день, два дня, три дня, четыре дня. И так 15 дней они в лодке, они почти высохли, воды нету, ничего нету. И написано, что муж не вытерпел и начал пить соленую воду. Когда ты пьешь соленую воду, тебе хочется еще больше пить. Конечно, это уже признак смерти, люди себя теряют. И жена его так утешала, говорит, успокойся, мы знаем, что будем в спасении. Не смотри на то, что происходит вне, происходят волны. Он говорит, не смотри на то, что происходит, смотри на то, что у нас внутри. Давай будем общаться, не будем жить реальностью, которая вне лодки, а то реальность, которая внутри лодки. Но он не послушал меня. И в одну ночь, когда поднялась опять буря, она выбросила себя, он выбросил себя из лодки. Представь состояние жены, она в лодке начала думать, о своих детях, о своих внуках. Им было много лет. Ей было много лет, и она подумала, что если эта лодка не утонет, я останусь в этой лодке, я не выброшу себя в ней. Это то, что в ней, не касается меня. И как она так приняла решение, пришел мир в ее сердце. И вдруг ей навстречу вышел большой корабль. Всего лишь один день должен был переждать муж. И он не вытерпел. И жизнь его окончилась смертью. Вот так бывает в нашей жизни, когда мы видим волны, и говорим, ну куда же еще? Ты ждешь два дня, три дня. А они, может, я немного неправильно сказал, я не знаю, сколько они там были, сколько они там были. Но когда смотрел эту передачу, я удивился, как можно столько дней оставаться на этой лодке. Конечно, без воды, без пищи. И мы видим здесь, в этой истории, это на самом деле чудесное свидетельство. Может быть, ты находишься в этих волнах, и я скажу тебе, Христос внутри вас, Он спокойно спит. Состояние Иисуса Христа это спокойствие, это мир. Сегодня мы не должны смотреть на волны, которые вне. Сегодня мы должны смотреть на нашего Господа Иисуса Христа. Может быть, волны у тебя говорят, что ты болен. Может, волны говорят, что ты погибаешь, что работы нет, что ты ничего не найдешь. Но внутреннее спокойствие, знаешь, что говорит тебе, все будет хорошо. У кого было вот так, что здесь, что здесь так нагнетено, а здесь спокойствие. Послушай твой дух, потому что Господь господствует в мире, в каждом из нас. Другая картина, которую я хочу показать, очень известная картина. Представьте, наверное, все из вас видели. Еще одна история снова о лодке. Один человек, он решил выйти из лодки и войти в ту реальность. Фотография, картина, которая Иисус идет по лодке, и Петр пробует там идти. Всегда люди рисовали, и Карл Гуссов говорит, почему люди рисуют Петра, когда он тонет, а не тогда, когда он начал ходить. Ведь он первый был, кто начал ходить. Не знаю, люди всегда любят, когда ты тонешь. Когда ты, когда у тебя успех, люди не будут говорить, как ты, как за хор по нос, когда у всех крыши течет, это ничего, когда у меня крыши течет. Люди любят снимать плохие вещи. Эту историю прочитаю вам. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же сразу ночью пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди и выйди из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Видя сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал Господи, спаси меня. Иисус тотчас просер руку, подержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно ты, Сын Божий. И так в лодке началось поклонение. Люди поклонялись Иисусу. Знаете, история в том, что он молился на горе до четырех, и потом сказал ученикам, иди, ученики, они очень опытные были в море, потому что они все были рыболовами. И вдруг представляешь твою ситуацию, что ты видишь, как будто бы твоя тень приходит к тебе. Ты знаешь, что нет пути, ничего нету, и такая тень приходит на тебя. Ученики, несмотря на то, что они были мужчинами, но они закричали. Знаете, они настолько сильно испугались, что Иисусу надо было их успокаивать. Парни, это я, это я, успокойтесь. И Петр сказал, если это ты, я тоже так пусть пройдусь. Я тоже пройдусь пусть. И сегодня многие хотят ходить по воде, чтобы доказать, что он человек Христа. В Соединенных Штатах говорили, был шоумен, он показывал, как он ходил по бассейну, не по волнам, просто ходить по водам, это еще мало. Для того, чтобы подобиться Иисусу, надо ходить по морю с волнами. И он ходил по бассейну, и люди говорили, это Иисус Христос, Иисус Христос один мне сказал, что ты скажешь об этом? Я сказал, ну что мне сказать, это третий человек, если это, если правду сказать, Иисус и Петр, они прежде Него ходили. И я помню, американская девочка сказала, это Иисус, что мы Иисуса ждем, это Он. И конечно, потом нашли, что Он из стекла сделал дорогу, и Он шел по этому стеклу. Никто не видел эту дорогу, это было просто шоу. Ходить по воде невозможно, по морю невозможно ходить, и только Иисус мог это сделать, потому что для Иисуса не было разницы, у Него было высокое духовное звание. Но они вернулись с Иисусом. Не зря Петр после воскресения Иисуса Христа стал первым пастырем, потому что он любил иногда выходить из лодки вместе с Иисусом. Очень многие картину, которые смотрят, многие в лодке, если бы ты там был, я думаю, ты бы тоже сказал, я тоже приду, я тоже приду. Я не знаю, что происходило с 11 людей, видят, Иисус ходят, видят, что Петр ходит. Неужели они не хотят ходить? Знаете, у нас, конечно, год служения, этот год, и я даю вам совет, начни ходить вне лодки. Почему я показал эту картину? Есть два случая. Первый случай, когда Иисус спал в лодке спокойно, и когда ты видишь, что Иисус не в твоей лодке, значит, Он точно рядом. Помнишь, я проповедовал и говорил, что Он тебя не оставит, но написано, что на мгновение оставил тебя, и написано, Он не оставит тебя. Если Он не в твоей лодке, значит, Он рядом. Если ты в волнах находишься, знай, как Петр он вытащил. Хорошо, я был в церкви, в лодке, во Христе было спокойствие, потом я ушел в ней лодки, и я просто тону в этом мире. Знаю, посмотри на эту фотографию, как Иисус пошел по водам, и Петр вытащил в лодку, и так и тебя может вытащить. Может быть, ты в большом море утопаешь, в твоих проблемах ты утопаешь, зная, что Христос тот же вчера, сегодня и вовек, и Он протянет руку и вытащит тебя из воды. Слава Иисусу! Аллилуйя! Слава Господу! Знаете, вот такой есть спорт, называется серфинг. Что значит серфинг? Это такая, так сказать, на маленькой, на маленькой деревяшке, на маленькой доске ты по волнам скользишь. Может быть, мы в фильмах видели, потому что в Армении он не развит, он не может быть развит. Для этого хотя бы нужно море иметь, и море с волнами, море иметь, это... Даже моря мало, потому что в основном в океанах занимаются серфингом. У меня есть друг, который серфингист. Я сам не серфингист, и я даже и не пробовал вообще. Но я всегда удивлялся на тех. И я смотрел, как они занимаются, как они хотят стать серфингистами. Они ложатся на эту доску, и один час, два часа. Для чего? Для того, чтобы поймать волну. Если мы убегаем от волн, то эти серфингисты, они хотят поймать эту волну. Есть духовные люди, одни из божьих генералов, по-моему, Джон Весли, у которого, если не было хотя бы одного дня гонения, он говорил, что как это может быть, Господь? Меня не гнали сегодня за Твоим. Как такое может быть? Он шел и проповедовал. Однажды его ударили камни по голове, он сказал, о, Господи, слава Тебе. И так он сказал. Они просто ищут волну, чтобы на нее попасть. Я спросил, в чем это наслаждение? Волна убивает людей, он сказал. Волна таких больших рыб, как киты, выбрасывают на берег. Даже большая рыба, кит, если она не смогла пересечь волны, волны его разделяют и бросают на берег. Волны, они потопляют корабли. Те волны, которые мы хотим поймать, эти волны, которые затопляют большие корабли. Знаешь, большое наслаждение в том, а той волны, которую все боятся, ты наслаждаешься этой волной. Это называется серфингом. Он показал свои фотографии. Он проходит через большую волну, как по туннелю. он просто наслаждается этой волной. Ужас людей, для него наслаждение. Я верю, что мы станем духовными серфингистами. Не будем бояться волны, что волна придет. Придет, мы на лодке, мы не боимся. Мы не будем бояться волны. Мы будем через волну проходить, потому что тот крест, который показал, эта доска, за которой мы держимся, мы должны научиться проходить через волны. Слава Иисусу! Аллилуйя! Возлюбленные, не бойтесь ничего. Божьи благословения будут на вас. После этого, после каждого служения, когда закончится служение, знаете, будем, как заканчивать служение. Господь проговорил с нами, мы уже говорили об этом на лидерском служении, что каждый раз число 6, 22, мы будем провозглашать на людей. Знаете, что Бог говорит? И говорит, провозглашайте на людей израилевых эту молитву. Знаете, в других церквях это делалось. Я не хотел делать так, как все делают. Я ожидал Господа. И Господь однажды проговорил, несколько дней назад Он сказал, когда закончите служение, молитва очень наша, пусть люди и эту молитву получат и уйдут. Знаете, Бог благословит пусть тебя и сохранит тебя. Господь осветит лицо свое над тобой. Мы все нуждаемся, чтобы Господь помиловал нас. Благословит тебя Господь, сохранит тебя. Мы будем провозглашать эту молитву на людей, чтобы Господь дал милость, чтобы Он дал мир и поднял свое лицо, чтобы Он смотрел когда на нас, чтобы Он поднял свое лицо, а не наоборот, а не склонил. Бог мира, пусть благословит вас, возлюбленный. Отец, Сын и Дух Святой, пусть укрепит вас, каждого из вас укрепит. сегодня мы собрались здесь. И сегодня я говорю слово, слово веры, не бойся. Не бойся никаких волн, никаких ударов. Волны учат нас не тонуть, а скользить просто по волнам. Не бойся никакого рода волн. Знаете, сегодня мы здесь собрались. первое, что мы делаем, мы даем жертвы Господу, дары. За этот счет живет церковь, мы строим. И, конечно, я всех хочу благодарить за ваши верные пожертвования, за ваши верные дестины. Мы строим нижний этаж. Если этими темпами пойдет через 2-3 месяца мы закончим, наше детское служение будет закончено, и наши дети также будут наслаждаться. За вашу верность, слава Богу. Дело Божие мы вперед ведем. Может быть, есть трудность финансовая. Знаешь, слово, что говорит Македонская церковь своей тяжелой бедности, им была дана благодать. Это была церковь с благодатью, что в трудном состоянии они были щедры на служение Павла, они понимали его служение. Слово говорит, что то, что вы посеете, то и пожнете стократно. Я уверен, жертву и псеяне и жатву. Для того, чтобы двигать вперед Евангелие, я верю, что у нас скоро здесь будет служение членское. Что мы делаем, где мы начинаем церкви, потому что там люди спасаются. Не смотри сегодня на финансовое и экономическое состояние, не руководи своими финансами, руководствуйся Господом. И самое важное, сохраняй спокойствие внутри себя и не теряй мир. Сегодня то, что мы будем собирать пожертвы, это будет для распространения Евангелия. Пусть Господь благословит тебя за твои жертвы, за твои дары. И девятая волна никогда не подойдет. Когда подойдет, может быть, у тебя есть крест, у тебя есть сила Божия, через это ты пройдешь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте соберем это пожертвование, а потом будет поклонение, а потом будем слушать то слово, которое на самом деле очень изменит. Я здесь сидел вчера, я скажу немного о вчерашнем слове. После служения я увидел одного брата, он сказал, проповедник, когда сказал, я отдаю 10 секунд, чтобы подумать, мать моя была в церкви, она поняла, что вообще ее видение, она связана была с ней, он сказал, я принял решение за 10 секунд, все оставить и служить Господу на самом деле. Что мы должны делать? Я не хочу углубляться и говорить смысл проповеди, но это настолько коснулось сердец, давайте соберем наше сегодняшнее пожертвование и дадим к ним. Не бойся никакой волны, или Иисус спит на подушке в твоей лодке, или стоит рядом с лодкой твоей, Он не оставит тебя. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Jesus DimaTorzok 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 Аллилуйя! Аллилуйя! Путь превознесен наш Господь! Аллилуйя! Аминь! На самом деле наш Господь достоин принять всю славу, все поклонение Ему принадлежит. И все, что мы делаем, мы поклоняемся Господу. Нашим прославлением, нашими жизнями и нашими делами. Возлюбленные, благодарим, вы можете садиться и в вас. Также благодарю Господь благословит вас много, вы можете садиться. Возлюбленные, благодарим, вы можете садиться и в вас. Если я буду говорить, какая для меня, какая мне привилегия здесь вам служить, то я ничего не передам от тех чувств, которые у меня сейчас есть, от той ответственности, которую я сейчас чувствую на своих плечах. На самом деле большая честь и привилегия служить вам Словом Божьим. И у меня очень сильное желание, чтобы Господь прославился в этом. То, о чем я хочу с вами поговорить, возлюбленный, касается наших целей и наших желаний. Я прошу прощения, я немного болен. И сегодня я хочу поговорить о наших мечтах и о наших целях. У нас в наших жизнях может быть много желаний и целей, и я не отрицаю, что они могут быть хорошими, могут быть в воле Божьей, могут быть ценными. Но если они исключительно касаются только нашей земной жизни, то дайте, позвольте мне сказать, возлюбленные, что больше они погрешны и далеки от цели. Мы можем мечтать о доме, о машине, можем мечтать о хорошей работе, благословенной работе. Можем мечтать иметь чудесное образование, и можем мечтать иметь благословенную жизнь. Я хочу сказать, что все эти вещи, они хороши. Да, хорошие вещи. И воли Божьей они. И Бог также хочет, чтобы мы это имели. Бог в Своем Слове говорит, что Небесный Отец ваш знает, что во всем этом вы нуждаетесь. Бог знает наши нужды. Бог знает наши проблемы. Бог знает, что нам нужен дом. Бог знает, что нам нужна машина, что это благословение, что на ней легче перемещаться с места на место, и больше дел можно успеть. И все эти вещи, о которых мы мечтаем и желаем, это все то. Также Бог хочет, чтобы у нас это было. Но если это только то, это только это, к чему мы стремимся. Я хочу говорить о Высшем, о видении. Библия называет цель, которая дана от Бога для нашей жизни. Это видение, открытое для нас Богом, которое мы видим, и для которой наши жизни мы дарим, чтобы это исполнить. Почему нужно дарить нашей жизни, ты поймешь в конце, потому что без этого невозможно идти и исполнить Божье видение без того, чтобы дарить себя без остатка. Ты помнишь, если... Бог говорит, если кто-то хочет идти за мной и не берет крест, он не достоин меня. Если кто хочет идти за ним, если мы хотим ходить за Господом, мы все должны взять наш крест, чтобы быть достойными, идти за Господом, потому что идти за Господом, для того, чтобы идти за Ним, нужно также удостоиться этого. Аллилуйя! И видение, о котором я хочу говорить, я хочу через это пробовать отделить наши мечты, наше видение, и их отдать через Божий свет, показать, что из них которые для нашей жизни и какое место или какую позицию должны занимать. Я не говорю в наших мыслях, в наших сердцах, я говорю в наших ценностях, на какой позиции они должны быть, потому что очень часто возлюбленные, они путаются, перемешиваются. Я хочу через эту пробовать отделить их и назвать их земными мечтаниями и земным видением, и через это показать вам, что должно в нашей жизни быть на первом месте. Потому что, на самом деле, очень часто наши мечты, они приходят, пытаются занять место, которое предназначено для видения Божьего. очень важно и цель проповеди, чтобы все было на своих местах. Достаточно легко было бы, если бы что-то было бы недопустимое, а другое было бы в Божьей воле. Отчего-то мы отреклись и сказали, это не от Бога, и это нужно отрицать, а это Божья воля, мы должны это принять. Но это не так. Оба допустимы, и оба воли Божьей. Но кто-то должен занять первое место и быть важной в нашей жизни, а что-то должно быть второстепенным, меньшей ценности должно иметь. И теперь я думаю, что в вашей жизни были случаи, когда у тебя есть видение от Бога, и если у тебя нету сегодня цель проповеди, чтобы ты просил и получил. Если у тебя есть, наверное, у тебя было, для твоей жизни были ситуации, что твои мечты, твои личные мечты и видения, они пришли и заняли большее место, чем то видение, которое было дано от Бога. Было ли с тобой это или нет, или только со мной это происходило, единственный неверующий, это я. Это борьба, и очень важно, чтобы в этой борьбе мы принимали правильные решения, чтобы мы предпочтение отдавали тому, что воля Божия. Я очень еще мягко говорю об этом. Апостол Божий более грубое определение дает, я говорю, об апостоле Павле. что такое видение? Это слово, оно само связано с видением, но видеть не то, что перед тобою, а видеть то, что ожидается от тебя для будущего в Божьем решении и согласно его воле. И возлюбленные для видения необходимо платить цену. Знаете, апостол Павел, когда он говорит о том видении, которое получил, это деяние апостола, 26 глава, я открыл, немного прочитаю, это говорит о том, когда он находился в оковах, это не то, я не буду читать полностью эту историю, я хочу сказать в двух словах об этой истории, состоянии, в котором он находился. Он был в тюрьме, он был арестован, и он стоял, и он рассказывал, почему он проповедует Иисуса Христа, потому что апостола Павла все знали, что он фарисей, он учитель закона, он гнал Божью Церковь, и он стоял рядом, когда убивали христиан. Апостол Павел, после того, как встретился с Богом, меняется и изменяется его жизнь. Знаете, я хочу уже читать, а потом я вернусь снова к этому. Диане 26 глава, с 13 стиха я буду читать. «Среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Курно тебе идти против рожна. И я сказал, кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и встань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и веруя в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому, царь Агриппа, я не противился небесному видению. Возлюбленные, апостол Павел говорит, что после того, как он встретился с Иисусом Христом, он не был непослушным тому, что Господь заповедовал ему. Другими словами, сказать, мог бы Павел быть непослушным. Знаете, может быть, может быть, мы когда посмотрим на Евангелие, скажем, ну как можно быть непослушным Иисусу? Мало было того, что разве, когда Иисус тебе говорил что-то делать, а ты не делал этого. То же самое, когда Господь говорит в твое сердце и говорит, я хочу, чтобы ты служил мне. Или я хочу, чтобы ты это или то сделал. Ты не делаешь этого? Это та же непокорность, которую я сейчас спрашиваю. Мог разве Павел быть непослушным небесным видимым? Потому что возлюбленный Павел, он осознавал всей глубиной, что если он будет делать то, что ему говорит Иисус, в его жизни очень сильные перемены будут. И, возможно, перемены, которые он бы не хотел, чтобы они были, очень часто мы не хотим, чтобы из нашей жизни ушло то или другое. Мы ничего не хотим упустить, и поэтому мы также хотим идти за Господом. Но, возможно, что Господь говорит, отпусти. Я хочу, чтобы ты это оставил. И ходи по моему пути, я тебе покажу, что я хочу, чтобы ты делал. Но для этого возлюбленной нужна смелость. Для этого нужна смелость. И апостол Павел, у него была эта смелость, и эта смелость, и глубокое сознание, от чего он должен отказаться, а от чего он должен был отказаться, я ведь скажу. Апостол Павел в свои времена был очень уважаемый, достаточно высокой позиции находящаяся личность была. Он был уважаемый духовно, духовными и религиозными лидерами. У него было чудесное образование, знание Слова Божьего, и люди также уважали его. И апостол Павел, он был уверен, что когда гнал Иисуса Христа, он был прав, потому что христианство это, возможно, какая-то секта, которая пришла для того, чтобы разрушить традиции отцов. И он точно был уверен, на минуту он не сомневался, что он правильно поступает. И он стоял рядом с теми, которые убивали христиан. Когда Стефана убивали, Саввел стоял рядом. То есть он был согласен с тем, что делали люди. Он был уверен, что это делает правильно, и это делает волей Божией. А апостол Павел не из своей личной жестокости или садизма это делал, а с уверенностью, что это делает ради имени Бога. В противном случае Бог не выбрал его, но Бог увидел его ревность, и он просто взял и поставил его на правильный путь. А этот путь он был другим. Отвечающим тем от того пути, на котором шел Павел, у него были мечты, что было. Может быть, он думал, что он будет священником каким-то, у него были все шансы, почему нет. И он понимал, что все это он должен был оставить, чтобы делать то, что ему говорит Иисус. Но для Павла, я уверен, даже мгновения у него не было сомнений, потому что он встретился с Иисусом. Он стоял перед Светом Божиим, и он понял, что больше, что может вся его жизнь стать неправильной. но сейчас у него есть шанс жить правильной жизнью, делать правильные вещи для Бога, на самом деле прославлять имя Божие. И он сказал, «Я, царь Агриппа, я не воспротивился тому небесному видению, тому видению, которое он получил от Бога». И посмотрите, Павел, Филиппийцам, третья глава, седьмого по десятый стих, что говорит, как доказательство, что ради Христа нужно много чего отречься. Филиппийцам, третья глава, седьмого стиха. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, «Да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Господа моего, для Него я от всего отказался и все почитаю за сош, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Говорю, так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. И... Он говорит, что все, что для меня было преимуществом, я почел за ссор. И более того, апостол Павел говорит, все вещи, все вообще почитаю за мусор, чтобы приобрести Христа. Он говорит, что я следую цели для почести высшего звания Божия. Возлюбленный апостол Павел, он понимал, что все вещи, о которых он мечтал, он хотел, чтобы в его жизни это было. Может быть, может быть, он не щадил себя, своей жизни, свое стремление. Он получил образование. Значит, получить образование и так бывает, что глаза открываешь и получаешь образование. Для этого нужно цену платить. И апостол Павел, он заплатил эту цену, и он сказал, что все эти вещи, то есть, все, все, для чего я достиг, за что я цену заплатил, на что я положил свою жизнь, я это почел за ссор. Потому что я понял, что есть большее, потому что я понял, что есть высшее звание. И сегодня, говоря, видение, я хочу, возлюбленный, открыть для нас, что для нас это высшее звание. И почему это в нашей жизни должно быть на первом месте. И почему все наши мечты, они не стоят Божьего видения, которое у него для нас есть, которое он нам дал, и которое он готов дать, если ты это не имеешь еще. Может, тебе кажется, что у тебя для твоей жизни есть чудесные мечты? Да, у нас у всех есть какие-то мечты, я сам не против мечт. Значит, у меня есть чудесные мечты, и у меня есть чудесные цели. И все это хорошие вещи, возлюбленные, продолжай мечтать. Я просто хочу сказать тебе, чтобы это в твоей жизни не занимало место Божьего видения и не запретило тебе взять волю Божьего видения и идти за ним. А все эти вещи, о которых ты мечтаешь, и ты хочешь, Бог может дать тебе. Не может дать тебе, а Он может тебе дать большее. Иногда мы от Бога что-то хотим, думая, что даже недостойны этого. И вдруг Бог дает больше. Бог любящий Отец. Не так, что Бог хочет взять от нас что-то и вместо этого ничего не дать или дать что-то более худшее. Если Господь что-то хочет забрать у нас, будь уверен, что Он хочет дать тебе большее, лучшее. Никогда не сомневайся, насколько бы не было трудно для тебя что-то оставить ради имени Господа. Оставь, потому что у Бога есть большее для тебя. Аллилуйя. И возвращаясь к апостолу Павлу, здесь говорится, я стремлюсь к почести высшего звания Божьего в Христе. Есть награда для тех, которые ходят, крепко держа с видением Божьего есть прославленная награда. И когда будем смотреть реальностью Земли, невозможно этого увидеть, это возможно только увидеть духовными глазами, потому что наша жизнь не закаживается на Земле, но она продолжается в вечности, и мы должны дать важное значение вечным ценностям. И поэтому я хочу, чтобы мой и твой взгляд больше направили на то, что вечно, на то, что ценно, на то, что Божья воля. Аллилуйя. Я хочу проговорить о нескольких важных вещах. Первое, есть у тебя на самом деле небесное видение или нет? Почему я не спрашиваю земное? Потому что я знаю, что в зале у всех есть какие-то земные мечтания или цели. И поэтому я спрашиваю, есть ли у тебя небесное видение? А второе, на каком месте в твоей жизни находится небесное видение, если у тебя оно есть? Это занимает в твоем сердце первое место? Я не говорю раньше Иисуса. Очень часто служение, даже служение и видение, они даже хотят занять место Бога. Наш престол, нашего сердца, он принадлежит Иисусу, только Иисусу. Он достоин царствовать на этом престоле. На каком месте находится? Выше, чем даже твои сокровенные мечты или же или на втором месте второстепенной позиции. и третье, для того, чтобы исполнить это видение, на самом деле, готов ли ты пойти до конца? Аллилуйя! Я уже аминь слышу, хотя я не дошел уже до другого пункта. Слава Господу, я хочу говорить о первом пункте, иметь небесное видение, потому что, возлюбленные, возможно, когда ты спасен, ты можешь жить исключительно ради своих земных мечтаний, целей, стремиться и исполнить эти мечты. В этом нет ничего плохого. перед тобой стоят какие-то проблемы, подойти к ним и не сдаваться. В этом также нет ничего плохого. И вообще не сдаваться, это очень чудесная вещь. но когда ты станешь перед Господом и вдруг ты обнаружишь, что ради имени Бога ты никакой ценной вещи не сделал и все твои дела, все твои деньги, все твои успехи, это все осталось позади и ничего не пошло на небеса. Ты вошел, но вместе с тобой больше ничего не вошло на небеса. Знаешь, это достаточно грустная ситуация, хотя возможно, чтобы и так было. Возможно, чтобы было так. И мое желание сегодня, чтобы в жизни кого-то из нас не случилось бы такая ситуация. Мое желание, возлюбленный, когда ты встанешь перед Богом и твои дела, которые ты делал ради Его имени, они будут свидетельствовать там на небесах. Твои дела пусть идут за тобою, твои дела пусть прославляют Божье имя и Господь скажет тебе, приди, верный и добрый раб, пойди в радость Господа, который Господь приготовил для любящих Его. Аллилуйя. Знаете, возможно, что не было бы так, что человек жил бесцельно только для личных желаний и мечтаний и только для того, чтобы их исполнять. Но на самом деле возлюбленный, это воля Божья для нашей жизни. на самом деле это ли цель нашей жизни? Если у тебя до сих пор нету видения от Бога, если ты не видишь то, ради чего Господь тебя призвал, ты только покаялся и ты не можешь твердо точно слышать голос Бога, ты думаешь, о каком видении говорит брат? Но в своем сердце ты говоришь, я хочу это иметь. Ты чувствуешь, что это ценно, более ценно, чем все твои мечтания. Вослюбленный, ты не знаешь, как это иметь. Ты говоришь, как я могу этого иметь? Я тебе скажу, для того, чтобы это иметь, одно нужно для самого начала. Всем твоим сердцем хотеть для Бога сделать что-то чудесное и прославленное. Просто всего твоего сердца захотеть, когда я говорю о чудесном и прославленном чем-то. Я хочу, чтобы у тебя не создавалось впечатление, что это проповедовать отсюда. Это та благодать, которую мне Бог дал. И я никогда не думал о том, чтобы проповедовать. Я никогда не любил говорить в присутствии многих людей. Я никогда не хотел этого и не представлял, что возможно когда-либо, чтобы я стал проповедником. Для меня это самая неприятная вещь была, нежелаемая. когда я думал, что я могу сделать для Бога, и я посещал домашнюю группу и хотел для Бога что-то сделать, служить Господу, кроме пожертвования, потому что возлюбленные мы жертвуем. И очень хорошо, когда мы жертвуем от любви, потому что очень вероятно, что мы жертвуем для того, чтобы еще больше получить. Это неплохая вещь, я не говорю против этого, но я хочу, чтобы мы не рассматривали пожертвования, как служение Господу, это хорошо. Но Господь определил, чтобы мы жертвовали, чтобы сами были благословены. И этим мы также проявляем благость свою к нам. И поэтому я кроме пожертвований хочу сказать, потому что я верю, что каждый из вас, который здесь находится, у вас есть сердце жертвенное. Но когда я думаю, что я могу сделать для Господа, чем я могу служить Господу, единственная вещь, которую я видел в своих глазах достойным, это открывать дверь моего дома перед гостями, а потом закрывать. Кроме этого, я откровенен перед вами, возлюбленный. Я кроме этого и не ожидал больше ничего. Я думал, что этим я могу прославлять имя моего Бога. Знаешь, не важно, куда Господь призвал тебя, не важно, какое видение тебе дал Господь, не важно, важно, чтобы его имя было прославлено. Аллилуйя! Аллилуйя! Я не против благословений, я сам проповедую, я сам благословен. я знаю, любящую руку Господу, какая она. Я знаю, что Бог хочет нам дать больше, чем мы можем попросить и мы можем представить. Но есть большее, есть ответственность, есть для того, чтобы иметь смелость и сказать Господу, Господь, я готов все это положить перед Твоими ногами, чтобы взять то, что у Тебя есть для моей жизни. это ценное решение, возлюбленный, и мое желание, чтобы сегодня ты принял это решение, если ты его еще не принял. Аллилуйя! От всего сердца хотите молиться, желайте молиться, и Бог даст вам небесное видение, для которого стоит жить, и для которого стоит цену платить. и второй пункт, на каком месте в твоей жизни находится небесное видение. Знаете, я прямо сейчас скажу, когда я вам даю 10 секунд, чтобы вы подумали, что вы бы написали на бумажке, самые важные три ваши цели, возможно, что многие из вас третьей цели не достигнут, а у многих из этих всех целей ни одна из них не будет Божья, как доказательство у вас есть три секунды, три минуты, извините, я прошу, подумайте о самых важных видениях вашей жизни. 10 секунд прошло, я хочу задать вопрос, я не хочу, чтобы кто-то поднимал руку возлюбленной, потому что я хочу, чтобы вы этот вопрос задали сами себе и с вами были абсолютно искренними. Значит, все, что вы загадали, деньги, дом, машину, я исключаю, сколько осталось мечтаний, а сколько в воле Божией эти оставшиеся. 10 секунд, это то, маленький промежуток времени, в котором мы просто не успеваем думать. И то, что мы говорим, это то, те драгоценные мечты, которые есть в нашем сердце. Это то, для чего мы хотим всю нашу жизнь жить. Это именно то, для чего ты будешь платить цену. возлюбленный. Возлюбленный, это истина. За 10 секунд мы не успеваем анализировать и более одуховлять то, что мы думаем. И если ты сейчас обнаружил, что эти мечтания не такие же хорошие, это просто не понравилось тебе. для тебя было сюрпризом, то, что ты написал. Ты можешь поменять, если это стыдно сказать, что я написал это или это. Ты можешь поменять свои цели, ты можешь поменять свои мечтания. А если возлюбленный, тебе понравилось то, что сейчас ты сохранил у себя в разуме и ты рад, что те видения и мечтания, которые у тебя есть, они согласны Божьему сердцу и его мечтаниям. Его видению тогда крепко держи их и иди до конца. Аллилуйя. Аллилуйя. Паркасун. Я думаю, возлюбленный, что это помогло нам понять, что в нашей жизни на каком месте находится небесное видение. Третий пункт, о котором я хочу поговорить, это следующий. Готов ли ты на самом деле идти до конца? Возлюбленный, если ты обнаружил, что в твоей жизни все в порядке. Ты любишь Бога так, что Его воля на самом деле в твоей жизни на первом месте Его видение, которое царствует в твоем сердце. Ты просто горишь ради Его имени для того, чтобы прославлять Его. Это на самом деле чудесно. Это именно то, что хочет Бог видеть в наших сердцах, в наших жизнях и в наших делах, потому что для Бога. мне безразлично, о чем мы мечтаем и как мы мечтаем провести наши жизни. И поэтому я хочу задать тебе последний вопрос. Готов ли ты на самом деле идти до конца? Аллилуйя. Аллилуйя. И когда христиане думают, что в их жизни не должны быть искушения, у них бывают соблазны, потому что Бог не говорит, что не будет искушения, потому что очень часто мы думаем, что спасение, после того, как приходим к осписению, мы не должны ничего больше делать, и Бог должен действовать вместо нас. И пассивная какая-то позиция, и смотреть, что Бог делает для нас. Но это не так. Я хочу из Старого Завета вам наполнить случай, когда Бог своей чудесной силой вытащил израильский народ из Египта. Что он сделал? Он, когда он уничтожил фарона, не нужна была помощь народу. Когда он открыл море, не нужна была помощь народу. Когда он пусынедержал народ, им Манану дал, также участия народа не было. Там нужно было... Он ввел в обещанную землю их Ханаан. И когда народ узнал, что нужно брать эту страну войной, и когда они узнали, что эти люди, они не маленькие, какие-то такие жители, а великаны, и они сказали, что Бог привел, чтобы уничтожить нас тут. Неужели они забыли все те вещи, которые Бог сделал в их жизни? Они ожидали, что до конца Бог вместо них должен это все делать. Но Бог сказал, это вы должны делать. Опять Бог сделал это вместо них. Опять Бог воевал вместо них, но они должны были сделать шаг, они должны были усердие какое-то. Они должны были силу приложить, чтобы войти в ту обитованную землю, которую Господь сдал. Я хочу сказать, что те видения, которые Господь сдает, или дал тебе, для того, чтобы их иметь, нужно тебе сделать шаг, тебе нужно сделать усердие, тебе нужно прикладывать силу, тебе нужно положить себя, для того, чтобы достичь этого. Господь вместо этого не будет, вместо нас не будет этого делать, Господь делает свое дело, но мы должны делать наше. искушение. И, значит, когда христиане думают, что в их жизни не должно быть искушения, они соблазняются. Очень часто мы, когда приглашаем сюда людей, мы говорим, когда ты принимаешь Иисуса Христа, ты должен ожидать хорошие вещи. Да, это так, но мы пропускаем то, что эти хорошие вещи, когда мы говорим, как старые христиане понимаем, что в искушении Господь с нами, это не так, что в нашей жизни теперь больше никакого искушения, никаких проблем не бывает. Но если тогда мы были без Бога, проходили через это, и, может быть, мы утопали, и сейчас мы это делаем с Богом, и у нас не будет неуспеха, потому что Господь сейчас с нами. Слава Богу! Я хочу, чтобы мы все вместе пошли в послание Иакова с первой главы и с двенадцатого стиха я буду читать. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог возлюбленный, Бог возлюбленный, Он не говорит, что в нашей жизни не будет искушений. Он говорит, что плашен тот человек, который переносит искушения, он терпит, потому что получит венец жизни. Есть венец возлюбленной для каждого из нас, потому что я не хочу, чтобы здесь из находящихся кто-либо когда-либо в своей жизни в какой-либо сфере не остановился бы, опустил бы руки и сказал бы, я больше не могу. Возлюбленный, если ты больше не можешь, Господь может. Оставайся до конца. Я видел людей, которые по человеческим стандартам самые невозможные было бы в таких невозможных ситуациях, где вообще нет никакого выхода, вообще никакого решения не было. И всей человеческой логикой она кричит и говорит, все нужно сдаваться, нужно принять свое поражение. Я видел людей, которые до конца не сдались и продолжают сражаться. Почему? Потому что какая польза, если ты остановишься и сдашься? ты на самом деле будешь иметь то, что у тебя есть сейчас. Какая польза тебе от этого? А если ты не сдашься и не положишь руки, а будешь продолжать сражаться, у тебя будет победа Божья и Божье благословение на твоей жизни. Ты можешь увидеть Божью славу и Божью руку сильную, которая не укоротилась для того, чтобы помочь тебе, возлюбленный, в самой трудной ситуации, в которой ты находишься, никогда не сдавайся, потому что это не Божья воля. Мы только перед Богом нашим сдаемся и склоняемся. Перед всеми остальными случаями мы не сдаемся. и говорит, что не будет у вас трудностей. Евангелие от Иоанна 16 глава. 32 стих. «Все сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Господь Иисус говорит, что в мире у вас будет скорбь, но укрепляйтесь, мужайтесь, я победил этот мир. И знаете, что это дает нам? То осознание, что Господь победил мир, и Он с нами и Он говорит, мужайтесь, и я говорю эти слова, чтобы у вас был мир во мне. Аллилуйя. Иисус не говорит, что Царствие Божие это просто так дается. Знаете, все эти вещи, о которых я говорил, о наших мечтах, о всяких сокровенных желаниях, все эти вещи, которые я говорил, они воли Божьей, это на самом деле так. Бог говорит, ваш Небесный Отец знает, что все это вам нужно, даже перед тем, как вы будете молиться за это, но, говорит, прежде, прежде ищите Царствие Божие, Его праведности, и все это дастся вам, дастся вам как последствия, что мы ищем Божие Царствие и Его правды. И Божие Царствие, Господь говорит, это Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих, он говорит, что от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Аллилуйя! Значит, нужно нам прикладывать усилия, чтобы войти в это Царствие, чтобы принять это Царствие, и чтобы мы не сдавались, пока не станем перед нашим Господом, пока не пойдем на небеса, или Господь не придет своим вторым предшествием. Аллилуйя! Евангелие от Матфея, 7 глава, 13 по 14 стих. Господь говорит, чтобы мы входили тесными вратами. Аллилуйя! Уходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. И многие находят их. входите тесными вратами. Что это значит? Это иметь какие-то искушения. Это значит иметь какие-то нужды. Господь не сказал, что у нас не будет трудностей. Он будет во время трудностей с нами. Он укрепит нас. Он поднимет нас. И Он сделает нас победителями, потому что возлюбленные. Все искушения, которые приходят на нашу жизнь, они не приходят для того, чтобы утопить нас, а для того, чтобы укрепить, чтобы у нас была победа. И чтобы видеть славу Божию. Независимо от того, какой мы взгляд бросим на нужды, у нас будет победа. победа. Я не хочу говорить, что у нас будет победа, потому что мы правильный взгляд бросим на все трудности и на все искушения, которые приходят или которые могут прийти. и последний вопрос, который я хочу задать вам, возлюбленный. Готов ли ты идти до конца? Аллилуйя. Аллилуйя. Посол Павел говорит, все, что для меня было преимуществом, я почел считаю. И все я считаю ссором для того, чтобы приобрести Христа. Слава Господу, возлюбленные, это было тем, о чем я хотел поговорить. И сейчас я хочу пригласить группу прославления, и я хочу задать вопрос всем тем, которые пришли первый раз. Если здесь такие люди, которые первый раз здесь, возлюбленные, пусть Господь благословит вас. Я хочу увидеть ваши руки, чтобы мы приветствовали вас. Будьте благословенны. Пусть Божье благословение придут и достигнут вас. Аллилуйя. И сейчас я хочу направить слово вам, возлюбленные, для тех, кто первый раз пришел. И в своей жизни у них еще не было возможности принять Иисуса Христа как своего Господа. Я хочу сказать, сказать, что сегодня ты можешь принять для твоей жизни самое важное и ценное решение. Принять Иисуса Христа как своего Господа и как своего Спасителя, чтобы все твои грехи были прощены и чтобы ты, возлюбленный, стал наследник вечности, чтобы Бог пришел и жил в твоей жизни, в твоей семье, чтобы Бог взял тебя в свои руки и всей твоей оставшейся жизни повел тебя, обучил тебя и сделал тебя победителем. Знаете, недавно пастор рассказывал одну историю об американцах, о кастинге в Америке. Он говорил, что я проезжал на машине и увидел, что для выбора какого-то актера в Голливуде была очередь, и я спросил, что это за очередь, мне сказали, что это кастинг, все стали в очередь для одного места, для одной роли, и на машине 8 минут ехали, и очередь, она не кончалась, все эти люди днями стояли, чтобы только один из них удостоился бы этой роли, возлюбленный. Но когда Иисус Господь приглашает, и пастор говорит, я понял, что значит призванных много, а избранных мало, потому что только один из них должен был избран быть. Господь призывает всех, Господь готов дать спасение каждому, кто покается и кто призовет его святое имя, но в твоих руках ключ выбрать. ты принимаешь решение возлюбленным, кто-то другой вместо тебя, а ты принимаешь решение принять Господа, войти в его царствие или нет. И сейчас ты можешь прийти вперед, чтобы мы все вместе помолились, и Господь простит все твои грехи, сделает тебя детем его царствия, но также ты можешь оставаться на твоем месте и остаться призванным только. И отказать той руке, которую Господь протянул тебе. Я помню, когда я покаялся, я не понимал много чего, и проповедник говорил, если Бог тебя призывает, если Он говорит, приди, а ты и ты не приходишь, кому будет хуже от этого? Богу будет ли разве от этого будет хуже? Хуже будет только тем, которые отказываются от руки, которую Бог протягивает. Сейчас, возлюбленный, я хочу призвать тебя, чтобы ты пришел вперед, чтобы ты смелый шаг сделал, чтобы ты принял Иисуса Христа как Господа своей жизни, как Спасителя. Давайте поприветствуем возлюбленный. Аллилуйя. Слава Господу за вас. Слава Богу за вас. Я сам стал однажды. И, Господи, здесь все люди, которые присутствуют тут, они все вставали сюда. И это в жизни самое, самое ценное решение было. И сейчас в вашей жизни самое важное, самое ценное решение принимайте. Я буду мальцем, я буду вести молитву, но я прошу, чтобы вы с вами словами повторили слова этой молитвы, чтобы мы все вместе с вами приняли Иисуса нашего Господа и Спасителя, и чтобы все наши грехи были прощены и стерты Богом. После сегодняшнего дня в вашей жизни пусть начнется новый день с новой страницы. Повторите вместе со мной слова молитвы. Творец неба и земли, Бог, перед тобой я стою. Я прошу тебя, прости все мои грехи, все мои преступления, все мои беззакония, я верю, что Иисус Христос умер за мои грехи, что Он воскрес для того, чтобы дать мне вечную жизнь. Возлюбленный Иисус, я прошу тебя, будь моим Господом и моим Спасителем, гляди в мою жизнь, пусть твой Дух Святой царствует в моем сердце, прести меня твоим Духом Святым и руководить мною твоему царствию. Я благодарю тебя, Иисус, слава тебе, мой Небесный Отец. Аллилуйя. Аллилуйя. Все эти люди приветствуют, потому что они радуются, что ваши имена, мы это физически не видим, но мы знаем, согласно Слову Божьему, они написали снеги из жизни. И если вы когда-либо встаньте перед Богом, перед Божьим Судом, Иисус скажет, цену за грехи я заплатил. У них больше никакого греха нету. И поэтому Господь пошел на крест. Слава Господу за ваши решения. И сейчас, если вы позвоните церковью, помолимся за вас, чтобы в вашей жизни все дела дьявола были разрушены, вы позволяете помолиться? В церковь, я прошу, протяните ваши руки, мы помолимся за них. Любой Господь, возлюбленный Отец, мы приносим твоих детей перед твоим престолом. Мы просим тебя, Господь, чтобы ты уничтожил всякие советы дьявола в их жизнях, чтобы всякое ермо дьявола разрушил, и чтобы твое благословение высвободил в их жизнях. Пусть всякого рода колдовство будет разрушено в их жизни. всякие цепи, всякие цепи, которые держат в округах, пусть они упадут. Пусть твоя слава и твои благословения пребудут на их жизнях. Аминь. Возлюбленные, слава Богу! У нас есть маленький подарок вам, Радзоти, я прошу вас. Это Библия, это Новый Завет. Библию, потом вы приобретете. читайте. Каждую субботу в воскресенье у нас есть служение, и вы приглашены. Вы члены нашей семьи, можете считать себя, потому что вы стали членами семьи Иисуса Христа, и вы все в Господе. Мы поклоняемся Ему, и мы все в Господе спасены и благословены. Знаете, в ваших жизнях возможно, что с этого дня у вас также будут проблемы, но Иисус Христос будет с вами, и вы будете иметь победы в ваших проблемах, и пусть Господь благословит вас, и все те, которые получили этот Новый Завет, можем под наши аплодисменты прийти на свои места. Будьте благословены. Аллилуйя. А сейчас, возлюбленные, я прошу, чтобы мы все вместе сказали, молитвы, отчаясь наш, потом я благословлю нас теми словами, которые пастор получил в своем сердце, что в конце служения мы должны быть благословляемы этими словами. Учина, что на небесах до святится имя Твое, до придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. хлеб наш насущий дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников наших. не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, и по Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Аллилуйя. Пусть Господь благословит тебя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призит на тебя Господь светлым лицам своими и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Пусть Господь благословит вас, возлюбленный. Будьте благословены. Аллилуйя. 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 Пусть Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»